Для сложных маршрутов только самые мощные колеса и теперь желательно побольше с запасом. На всякий случай, чтобы не подвезти с заказами. Такой подход спас их весной, когда комплектующие для вездеходов подорожали в разы, а часть стала дефицитом. Двигатели, коробки, это у нас японские комплектующие. На данный момент альтернатив нет, прорабатываем различные варианты, но, к сожалению, это не так быстро, как хотелось бы нам. Бош вообще ушел, по сути, релюшки, ну реле, который использовали, допустим, 20-амперный Бош, тоже качественный, они вообще ушли с рынка. Или цены поднялись до такой планки, что не актуально их приобретать. Некоторые аналоги сейчас закупают в Китае, кое-что нашли на российском рынке. Работы у вас меньше стало, а больше? Как обычно, в обычном режиме работаем. Упавший курс доллара сказался на цене техники. В марте она разом взлетела на 20%. Сейчас прайс почти как в январе, когда на него так засматривались иностранцы. Компания работала на экспорт. Заказы поступали из Арабских Эмиратов, Ближнего Зарубежья, Казахстана, Белоруссии, Украины. И вот этот снегоболотоход стал последним, преодолевшим границу. Болгары оплатили его еще до сборки зимой и только на днях смогли получить. Сами понимаете, с экспортом сейчас, наверное, никак. Поэтому работаем в основном на производителя своего, на Россию. Сейчас активизировались больше дилеры, то есть оптовики, скажем так. В таких городах, как Красноярск, Москва, Челябинск. В этом году здесь открыли современные цех металлообработки. Часть оборудования импортного. Например, вот этот трубогибочный станок, сделанный в Турции. В той стороне оборудование китайские и российские машины, которые чем-то уступают иностранцам, но зато нет проблем с комплектующими. Сырье отечественное, тюменской сталипромышленной компании. Нет проблемы и с производственной площадью. В распоряжении больше двух гектаров земли. Сопровождали строительство, в первую очередь, на всех этапах. То есть это содействует получение разрешительной документации, инженерной коммуникации, электричества, газоснабжения. В первую очередь, как мы видим, успешно реализована. Она функционирует. И инвестор обратился с инициативой о создании второй очереди. Сегодня здесь не отказались от мечты. Шли к ней дольше 10 лет, помогая другим преодолевать бездорожье. Пока что планы у нас строить в том же темпе, не снижая количество, не разгоняя штат, сохранить все, что есть. Татьяна Воротилова, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.